Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии. В студии Марина Баль. Смотрите выпуски. В Удмуртии прощается со своим митрополитом. Николай больше 20 лет возглавлял епархию республики. Что сегодня о нем вспоминают прихожане? Новый скандал с ижевскими школами. 48-ю и 97-ю. Городские чиновники хотят объединить родителей. Категорически против. Чья взяла? Изучаем Удмуртский по открыткам. Студентка УДГУ придумала свой интерактивный курс удмуртского языка. Что смутило филологов? И береги велосипед. В Удмуртии уже сотни человек лишили своих байков. Совет экспертов. Как обмануть воришек? В Ижевске может стать на одну школу меньше. Накануне городские интернет-ресурсы взорвала новость о том, что 48-ю школу снесут. В соцсетях родители учеников маленькой школы, что на улице Комунаров, обсуждали, что будет с учебным заведением. Городские чиновники передали через директора, что 48-ю присоединят к 97-й. Возмущений вопросов было столько, что экстренно созвали собрание. О чем договорились, знает Мария Лебедева. Пойдемте к своей школе. У нас есть наша школа. Пойдемте. Родительское собрание по вопросу слияния двух школ началось за пределами зала. Родители 48-й еще на улице дали понять. Объединяться с 97-й не хотят. Роза Мусифулина поведет ребенка во второй класс. В какую школу, теперь уже не знает. Говорит, из-за тяжелой адаптации жалко терять учителя, к которому привыкли. Когда я выбирала школу, я выбирала именно специальную маленькую школу. Мы ходили в маленький детский сад. Мне очень понравилось, как одна большая семья. Больше есть возможности индивидуального подхода. Естественно, ценнее образование. И лучшее образование, качество высокое. Новые образовательные стандарты требуют от школ современные условия, обновленную программу обучения и высокие результаты. Администрация города посчитала, подтянуть к этим нормам 48-ю поможет слияние. Еще одной причиной стало непосредственное соседство школ. Для родителей 48-й основной вопрос денежный. Слышали, за обучение в современной школе нужны немалые средства. Изменить мнение обеспокоенных родителей не смогли даже представители 97-й. Я вам скажу честно, за 11 лет, плюс 9 лет присутствия в 97-й школе, мы сдали 132 рубля. Это было не было. Нас здесь облили грязью только что. Все сказали, мне вот женщина в первом ряду сказала, что нам заплатили денег, чтобы мы говорили, что с нас деньги не берут. Это раз. Мы пришли в школу, в отремонтированный класс. У нас сделали в школе дополнительный ремонт в этом классе. С нас хоть бы копейку кто-то попросил. Папа и мамы 48-й попросили разобраться в проблеме главного федерального инспектора. Дмитрий Мусин посетил собрание лично. Говорит, объективных причин объединения не услышал. Я настоятельно рекомендую городской администрации пересмотреть свое решение или пока бы на текущем моменте его заморозить. Я завтра инициирую проверку по всем направлениям деятельности как школы, так и в отношении этого принятого решения. В отношении обеих школ. Объединять ли школы обсуждали и в Министерстве образования. Там рекомендовали городу оставить школы в покое. Школы в республике должны быть разные. Вот эта небольшая 48-я школа, она имеет ряд своих преимуществ. И когда родители отдают ребенка в первый класс, вероятно, уже родителям принимается решение, какая школа для малыша будет более предпочтительна. Но в администрации Ижевска тему закрывать не хотят. История тянется уже 10 лет. И последнее слово остается за городскими чиновниками. Если 48-я школа будет отставать от 97-й в качестве образования, вопрос объединения поднимут вновь. Мария Лебедева, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Удмуртия». Сразу два сообщения поступили сегодня в службу МЧС о несчастных случаях на воде. И оба произошли с детьми. Этим утром в поселке Дубровка Сарапульского района 9-летний мальчик купался в речке Сарапулка. На берегу нашли его вещи. Водолазы сейчас обследуют дно. Второй случай сегодня же произошел в Ижевске. Ближе к вечеру компания ребят отдыхала на речке Позим в районе улицы Степана Разина. На глазах очевидцев утонул 15-летний подросток. Спасатели обращаются ко всем жителям республики. Начались летние каникулы. Дети стремятся к водоемам. В связи с этим МЧС убедительно напоминает купаться. Можно только в разрешенных для этого местах и под присмотром взрослых. Удмуртия прощается с митрополитом Николаем. Он скончался 3 июня в автозаводской больнице на 89-м году жизни. Сегодня собор Александра Невского в Ижевске открыт круглосуточно, чтобы прихожане могли проститься с человеком, который для многих стал духовным отцом и наставником. В Александра Невском кафедральном соборе сегодня прощаются с митрополитом Николаем. Ижевской и Удмуртской епархией, а потом и митрополией он руководил 22 года. Доброта, бескорыстная любовь к людям и трезвый ум. За это его почитали прихожане и шли к нему за благословением. 30 апреля была Пасха 2000 года. Я подошла к владыке и сказала, владыка, благословите меня на здоровье. Так устала болеть. Он меня благословил. И на следующий день я уже прыгала и бегала. А должны были положить в больницу. Вместе с митрополитом Николаем уходит целая эпоха возрождения русской православной церкви в регионе. Сегодня прощаемся с таким человеком, который и по натуре это эпохальный был. Потому что вот так невидимо, ненавязчиво он примирил и объединил церковь и государство. И сейчас я перед всем народом могу сказать, что я с этой дороги, которую указал, на которую поставил нашу церковь владыка Николай, я с нее не свернул. К присланному в Адмуртию священнику, родом владыка был с западной Украины, а Выжавск приехал с Дальнего Востока, местная власть присматривалась внимательно. Его предшественник, епископ Палладий, был жестким реформатором. В противовес ему митрополит Николай оказался дипломатом. И начатый Палладий возрождения церкви продолжал мягко и с уважением местных традиций. Владыка, когда сюда приехал, он очень интересовался историей культуры удмуртов. При нем был продолжен перевод Библии на удмуртский язык, который начал отец Михаил Атаманов, наш ученый, который на самом деле эту работу выполнял. Очень бережно было отношение к историческим памятникам, храмам и прочим. Проститься с первым митрополитом Ижевским и Удмуртским приехали его родственники с Украины. Для отца Романа Владыка Николай был не просто дядей, а больше духовным отцом и наставником. Когда мы просили, чтобы он приехал к нам, к родственникам, он говорил, у меня семья тут. Я тут должен умереть с моими детьми, с моей семьей. В Ижевск Владыка Николай приехал 25 марта 1993 года с огромным опытом служения по всему миру. Епархия ему досталась небольшая – 17 храмов на всю республику. Спустя 22 года его правления в Удмуртии насчитывается около 200 церквей и 4 монастыря. Его стараниями Ижевская и Удмуртская епархия стала митрополией – впервые за всю историю присутствия Русской Православной Церкви в Родниковом крае. Владыка Николай успел подготовить себе преемника и 5 мая ушел на покой. Похоронят его на территории Александра Невского кафедрального собора 6 июня, так, как он завещал. Ксения Мороз, Андрей Бусыгин, телеканал «Майя Удмуртия». Массовые проверки ждут автовладельцев в эти выходные. В прошлый уикенд сотрудники ГИБДД задержали 140 пьяных водителей, 11 были лишены прав, 74 сели за руль и вовсе не имея водительского удостоверения. В эти выходные проверят не только ижевских автолюбителей. Рейды пройдут и в районах под особым вниманием дороги вблизи водоемов, садовых массилов и кафе. В ГИБДД просит отнестись к этим мероприятиям с пониманием, обещают законопослышным водителям не отнимать много времени, а также просят всех, кто стали очевидцем, как пьяный, управляет транспортным средством или только собирается сесть за руль, незамедлительно сообщать об этом в дежурную часть ГИБДД или в полицию. Этот звонок может спасти жизнь. В Удмуртии начались кражи велосипедов. С начала сезона уже больше сотни пропаж. Найти воришек сложно, говорят в полиции, и снова просят не оставлять двухколесный транспорт без присмотра. Анастасия Редько спросила совета у велопрофессионалов, как не стать жертвой злоумышленников. Он уже давно не пользуется общественным транспортом и по городу передвигается исключительно на велосипеде. Причем велосезон у Сергея круглогодичный. В седле даже зимой. Но даже он, профессионал с большим велостажем, однажды лишился своего двухколесного транспорта. Протестировав множество противоугонок, сегодня Сергей советует только одну. Единственный самый надежный противоугонный трос, это который состоит из именно звеньев цепи. Он идет длинный, то есть в нем немало очень слабых мест. То есть он самый надежный. Но они, естественно, дорогие и тяжелые, чтобы с собой таскать. А вот такие тросы, они годятся только разве что на то, чтобы его оставить на пять минут без присмотра. Мнение Сергея полностью разделяют полицейские. Такие противоугонные тросы воришкам не помеха. Хотя в большинстве случаев кражи велосипедов происходят из-за беспечности самих владельцев, которые бросают велосипеды где попало. С начала сезона уже больше сотни пропаж. И каждый второй угнан из подъездов. На днях сразу три велосипеда увели с подноса целой семьи. И шансов найти очень мало. Данный вид преступления, он специфический в том плане, что труднодоказываемый. То есть трудно изымать следы на месте происшествия. То есть, как правило, у нас доказательство – это только видеосъемка с места происшествия. Потому что, сами понимаете, велосипед, стоящий в подъезде, то есть нет печатков пальцев, ничего не остается. В очередной раз полицейские просят не оставлять велосипеды без присмотра, ставить их на велопарковках и пользоваться противоугонками грамотно. Самое главное, самые дорогие части прицепить – это раму просовывать в этот треугольник. И заднее колесо. То есть вот таким вот образом. Если же цеплять исключительно за переднее колесо, то злоумышленник может легко сделать вот такое выдвижение и просто унести ваш велосипед без переднего колеса. Спасатели Республики напоминают, в Удмуртии продолжают действовать особые противопожарные режимы. Это значит, костры под строжайшим запретом за нарушение штрафов. Вероятность пожаров высока. Опасения спасатели разделяют от добровольцев. В Игринском районе они провели специальные соревнования, чтобы проверить свою готовность к бою с огнем. Водители, механизаторы, педагоги, чиновники на полдня оставили свои рабочие места по очень важному делу. В Игринском районе проходят состязания добровольных пожарных дружин. Эти уже одиннадцатые по счёту. У нас в каждой администрации есть добровольная народная дружина. Довольно-таки это неплохо они уже работают. Они не только на тренировках показывают свои умения, но уже и показывали не раз настоящих мероприятий. Сергей Кожевников один из таких. Помощник пожарных он уже лет пять. Хотя официально в дружину записался только год назад. Свой первый выезд на пожар помнит до сих пор. Можно сказать, как студент ещё выехал первый раз, без опыта. Немножко мандражил, но потом нормально всё пошло. Тогда дом горел, латыша. И вовремя успели переехать спасли. На полосе препятствий Сергей показал лучший результат. Эти состязания, объясняют профессионалы, очень нужны, чтобы держать дружины в тонусе. Даже этапы эстафеты изменили под реальные условия. Последний этап был тушение горячей жидкости с помощью огнетушителя. Но на данный момент мы этот этап заменили. Последний этап был подача огнетушительного вещества от воды с помощью пожарной мотопомпы. Такие мотопомпы сегодня есть во всех поселениях района. Как её управлять, главе Сепского объяснять не нужно. Павел Кривозчиков решил лучший способ собрать дружину лично примеры. Теперь поселение под присмотром полутора десятков добровольцев. К счастью, в Сепском поселении с начала года не было ни одного пожара. А вот в самом районе произошло уже 12. И почти во всех случаях выручали добровольцы. Так, совсем недавно спасли станцию Кушьян. Там на дня сгорел дом. Один человек погиб. Но разгуляться стихии не дали. К прибытию первых пожарных подразделений добровольцы, которые проживают в этом населенном пункте, уже установили пожарную мотопомпу на пруд и организовали подачу воды на тушение пожаров. Огонь удалось остановить в пределах одного хозяйства. Сегодня в Игринском районе более 200 добровольцев. На состязаниях коллеги-профессионалы поблагодарили их за помощь. А игринцев поздравили с победой. Эта команда будет представлять район на республиканских состязаниях. Оксана Хмелькова, Руслан Рехметов, телеканал «Майя Удмуртия». Два праздника в один день. В День эколога Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии отметило свое 20-летие. Начало ему было положено 29 мая 1995 года. Первым министром стал Владимир Катков, который сумел с нуля создать сильный коллектив и организовать природоохранную работу на местах. Благодаря усилиям этих людей удалось стабилизировать экологическую ситуацию в нашей республике. Не допущено возникновение каких-либо чрезвычайных ситуаций с тяжелыми последствиями для окружающей среды экологических бедствий. Несмотря на сокращение финансирования отдельных направлений работы, министерству удается выполнять все порученные программные мероприятия. Юбилей Министерства отметили в Доме дружбы народов. С экологическим праздником сотрудников поздравили глава Кабинета Министров Удмуртии Виктор Савельев и председатель Госсовета Владимир Невостроев. Лучшие работники отрасли получили заслуженные награды, почетные звания, грамоты, благодарности. Министр природных ресурсов Александр Нестеров пригласил всех на следующий серебряный юбилей ведомства, который будет отмечаться в 2020 году. Особая встреча и так называется новый социальный проект, стартовавший сегодня в Ижевске. Организаторы планируют приглашать в столицу Удмуртии известных и знаменитых в стране людей. Сегодня горожане, а это люди с ограниченными возможностями, представители различных общественных организаций, а также мои коллеги, редакторы радиовещания со всех районов Удмуртии, встретились с Андреем Максимовым. Это телеведущий таких программ, как «Дежурный по стране» и «Наблюдатель». О премудростях своей профессиональной деятельности Максимов рассказывать не стал. На встречу он поделился своими взглядами на жизнь. Некоторое время тому назад я придумал такую психологическую практику, которая называется психофилософия. Это история о том, как помогать людям, помогать людям. То есть, как научить людей, помогать другим людям. И меня пригласили в Ижевск. Я езжу очень много и по стране, и по меру, читаю лекции по психофилософии. Меня пригласили сюда, прощить такую лекцию. Я с удовольствием отступил. После встречи известный телеведущий провел мастер-класс для юных журналистов. Открытки веером. Серия финно-угорских обучающих открыток для молодежи появилась сразу в нескольких регионах России и Финляндии. В Удмуртии тоже. Авторы студенты. Они предложили изучать языки по-новому. Уверяют, этот метод самый простой. Необычные открытки оценила Вероника Ваулина. А что, говорит Мария, можно прочитать на обороте этих открыток. Финно-угорский проект «Открытки веером» – это обучающие открытки для молодежи. Руководитель проекта – студентка УДГУ Мария Золотарева. Совместно с ребятами из Финляндии, Мордовии и Коми придумала и написала этот проект. В итоге их команда выиграла грант. Есть уже открытки разного уровня, и как буклетики, и просто обычные открытки. И хотелось как-то сделать такое, чтобы прямо всех фурор произвести. Такого еще нет. По крайней мере, в моей практике я еще не встречала подобных открыток. Когда продукция такая серая, учебники серые, не хочется изучать. А когда что-то такое яркое, за счет яркой картинки хочется прочитать. В веере шесть открыток. Картинки, комиксы с диалогами. На обороте, кроме перевода, краткий курс грамматики удмуртского. Открытки уже переведены на другие финногорские языки, поэтому в рисунках нет национального колорита. С европейским дизайном согласна Наталья Кондратьева, декан факультета удмуртской филологии. Смущает языковеда только этот парень с бутылкой. Но в целом довольна. Говорит, визуализация дает возможность быстрее запоминать язык. Диалог, я сказала бы, ближе к молодежному сленгу. Они несколько отличаются от удмуртского литературного языка. Этот текст написан в ненавязчивой форме, и поэтому любой человек, не специалист по лингвистике, может овладеть азами удмуртского языка. Эти открытки направлены на молодежную тематику. Они в перспективе выпустят еще и детские открытки, а также в планах сделать открытки на разные темы. Это знакомство с городом, кухня, одежда и другие. Тираж открыток – 100 экземпляров. Их можно будет получить бесплатно на празднике Герберг, который пройдет в Ижевске 12 июня. А Мария ищет спонсоров для развития проекта. Есть идеи, есть и спрос. На этом у нас все. Удачи вам и до встречи.